Ага, до чего крыша прочная и надежная. Погода в этом доме напрямую зависит от природы. Крыша как сито. Протекает кровля несколько лет. Сырой почти весь периметр потолка. Своё видео сотрудник клуба назвал просто – жесть. Я не скрываю своё имени. Меня зовут Антон. Понимаю все вытекающие последствия, но так больше я работать не могу. Лестницу из фойе не выносят. Когда отсыревшая плитка падает, её заменяют досками. Неэстетично, зато кровля на голову не упадёт. Коллеги Антона и его боль за дом культуры разделяют. Нашу съёмочную группу проводят в зал. Здесь, говорят, опасности над головой не меньше. Отсюда пока ещё не лёдся, но просто сыпется. Вот, видите. Здание кричит о ремонте и снаружи. Глубокие трещины. Штукатурка обвалилась, кирпичи повело. И эта сторона ДК находится почти напротив района администрации. В Комитете по культуре заверили. О проблемах здания знают. Ремонта нет, так как нет денег. Как минимум пять лет клуб не может попасть ни в одну госпрограмму. Минкультурам, которые выставляются критерии, не всегда местные домокультуры под них попадают. Мы делаем смету, отправляем на экспертизу. Вот последний раз подавали пакет документов. Подали на экспертизу смету, они нам прислали отрицательное заключение, они не объясняют это. И экспертиза, скажем так, пусть недорогая, а смета-то дорого стоит. Тысяча пятьдесят двести. Сами работы обошлись бы примерно в пять миллионов рублей. Это полная замена кровли и ремонт ДК. Правда, пока домокультуры пропустят для госфинансирования, эта сумма, возможно, вырастет еще больше. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости.